Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я считаю, нужно и правильно обращать ваше внимание на события, которые грядут в перспективе предстоящих пяти полноценных торговых сессий. Друзья, ну поскольку фундамент, как могу предположить для вас, не последнее значение имеет вне этих инвестиционных решений, может кто-то из вас даже не посмотрел, содержание календаря недели обещает быть сверхинтересной и сверхволатильной. Я думаю, что какой бы мы инструмент сейчас не взяли за основу анализа, мы лишь убедимся в том, что грядет какой-то серьезный триггер, который обязательно приведет к таким же интересным мощным движениям, которые и должны, наверное, проявляться в динамике инструментов по факту новосновок. Это неделя процентных ставок, потому что у нас резервный банк Австралии будет пересматривать, собственно, ставку финансирования. Те же самые действия будут характерны и для канадского регулятора. Плюс по всему у нас целый блок статистики по американскому рынку труда, начиная от TDP, закачивая в пятницу динамикой роста заработных плат и классикой жанра, основным отчетом non-farm payrolls. И все это еще будет приправлено мощным новостным фоном от Европейского центрального банка, то есть тоже по сути присмотра процентных ставок, которые, как и всегда, разумеется, не будут меняться сейчас, останутся в прежнем формате. Но вот пресс-конференция – это то, на что мы обязательно сделаем большую ставку, потому что это пресс-конференция Драги, где в очередной раз, я также не сомневаюсь, мы услышим моцелесообразность о сохранении мягкой экономической политики. Сегодня попробую привести вам как минимум несколько аргументов, почему еврозоны по-прежнему нуждаются в таком подходе нетрадиционном, скажем, для поддержки экономики, поскольку для Европейского центрального банка. Одним из приоритетнейших направлений, а я думаю, может быть, даже самым приоритетным является уже не стабилизация экономического роста и обеспечение его дальнейшего восстановления, а все-таки борьба с инфляцией. Это извечная проблема, уж обсуждаем мы ее столько, сколько себя помню, но пока картина-то особо не меняется, потому что цель по инфляции где-то там маячить впереди, но добраться до нее не удается. И плюс ко всему, даже восстановление цен на нефть в последние, скажем, недели, если уж рассматриваете такой более широкий горизонт, не поспособствовали улучшению картины. И их общий индекс потребительских цен как снижался, так и продолжает находиться в нисходящей динамике, отдаляясь, собственно, от целевого ориентира. Ну, а теперь давайте поподробнее, по основным инструментам. Начнем, как и всегда, с нефтянки, но с вашего позволения. Я на нефть остановлюсь, как и всегда, в последующих клифингах побольше, потому что у нас будет и информации больше, соответственно, чтобы обсуждать. Не хочу топтаться на одном месте, лишь также общие доводы и аргументы, которыми мы руководствуемся. Ну, да, котировки в ходе торговли, естественно, пятницы немного восстановились, клоус 64.52, сейчас 64.61. То есть бренд пытается в очередной раз протестировать уже снизу вверх сопротивление 65. Я допускаю, друзья, что, возможно, эти попытки будут удачными, может быть, даже еще немного, скажем, подрастем. Но это нормальная динамика с учетом уже явно сформировавшегося нисходящего тренда, который будет только усиливаться. И делаем, скажем, шаг назад, ну, в данном случае, скажем, в направлении восходящего тренда, и после делаем три шага вниз. Вы посмотрите, как вот это трендовое движение, оно сегодня действительно неплохо отрабатывает. Каким новостным фоном мы руководствуемся? Не будем, опять же, сейчас замыкаться на том, что у нас было на прошлой неделе. У нас в эту среду статистика от администрации энергетической информации, у нас данные по запасам бензина, нефти, дистиллята, в целом нефти продукты, у нас объем добычи. У нас классика еще жанра по закрытию недели Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов, и мы знаем то, что рынок сейчас крайне чувствителен. Те трейдеры, инвесторы, которые следят за нефтянкой, тем дают большое, скажем, предпочтение отработке фундаментальных идей вот этим релизам. Потому что продавцам хочется навалиться на этот инструмент и хочется стащить его поближе сейчас к 60 долларам за баррель, а потом еще ниже. Но так же, как и для любого движения, для нефти сейчас для коррекции нужно дополнительное топливо. И этим топливом как раз могут выступить отсчеты, которые я перечислил. Кстати, друзья, у нас сохраняется тренд роста нефти, добычи. Не забывайте, что штаты пока придерживаются прежних амбициозных планов. Мы уже говорим о том, что идет гонка производственных объемов. Штаты обогнали Саусь в Аравию, сейчас в спину дышит Россия. Все, кто занимается прогнозом, анализом, когда же все-таки штаты смогут заместить Россию в этом плане и занять первую позицию, строят разные сроки. Кто-то говорит, что это 2019 год, кто-то говорит, что это конец текущего 2018 года, кто-то читает то, что это произойдет сразу же после завершения первого полугодия, то есть совсем скоро. Но самое главное, что их все объединяет. Эти прогнозы постепенно приближаются к текущей дате. А это значит то, что все руководствуются фактами того, что производство нефти США увеличивается, темп очень высокий, и американские производители по-прежнему, как никакой другой регион, имеют возможности, скажем, увеличивать производство нефти и претендовать на такую высокую позицию на глобальном рынке черного золота. У нас Штаты – это регион, который позволяет нам нефтянку продавать, потому что с такими объемами добычи мы, конечно же, можем поломерно забыть про действия энергетического факта, потому что если производство нефти США увеличится еще на несколько сотен, я не, скажем, преувеличиваю, я констатирую факт, несколько сотен тысяч баррелей в сутки, это вполне реально, учитывая то, что за неделю этот объем может быть сделан, США полностью перекроют все обязательства по снижению добычи, которые действуют странами ОПЕК, и не только, скажем, вы помните, это обязательство снижения добычи на 1,8 миллиона баррелей, ровно на такую же цифру, а Штаты уже нарастили производство. В общем, друзья, ждем эту среду, ждем отчета, который позволит нам еще раз убедиться в том, что производство нефти продолжает увеличиваться, и в зависимости от того, насколько будет серьезным этот прирост, будет зависеть темпы распродажа. Соответственно, если увидим там плюс 20, плюс 30 тысяч баррелей, то котировки очень активно подвинут вниз, и если еще Бейкер-Хьюз нас порадует приростом больше, чем на одну единицу, будем уже реально договорить о предстоящем тесте о поддержке 60 долларов за баррель. Кстати, Бейкер-Хьюз в прошлой неделе прирост, по-моему, уже шестую неделю подряд, ну, плюс одну платформу, но в итоге мы все равно коснулись юбилейной цифры 800 единиц. Тоже неплохое начало для недели, нужно этот результат закреплять, и нужно, соответственно, и дальше нефтяночку порадовать. Рубль против доллара 57, даже президентские выборы, которые совсем на носу уже не оказывают такой мощной поддержки, я думаю, что вы должны, друзья, быть осмотрительны, если все-таки пытаетесь найти поддержку для рубля, потому что даже с учетом такого политического фактора у нас рубль явно приседает, вы представляете, как только эта тема канет в лету, и мы с вами полностью замкнемся на нефтянке, и будем уже говорить не то, чтобы о каких-то растянутых перспективах о достижении целей в 60, это будут довольно быстрые по реализации целей уровни, которые, скажем, мы сможем наблюдать, ну, может быть, весьма амбициозный прогноз, но я считаю, что до 60 мы сможем добраться чуть ли не к середине уже следующего месяца, может быть, даже раньше. Давайте теперь поговорим о рынке Форекс, традиционных инструментах, которые составляют основу спекуляции, наверное, классика жанра, это евро-доллар и доллар-японская иен, но поскольку у нас в пятницу именно новостной фон из США, да и не только в пятницу, в четверг уже стал основным драйвером для всего рынка, я думаю, что сейчас правильно будет начаться доллар-японская иена, и вспомни, друзья, то, что пока давайте опустим фактор, который стал причиной активных распродаж доллара, а поговорим о том, с каким новостным фоном мы подошли к четвергу. Вы помните, у нас было наследие протоколов, у нас было наследие в виде выступления с докладом, о шестимесячном докладом о денежно-кредитной политике в Конгрессе Джерома Паула, который возглавляет английский, точнее, американский регулятор, и у нас был целый блок сильнейших отсчетов, какой бы мы сейчас с вами индикатор не взяли, промышленность, руслоуха, разгон инфляции, даже рынок труда, мы анализировали через статистику по заявкам на пособие по безработице, там многолетние максимумы, а по рынку труда, кстати, по заявкам максимум с 1969 года, может быть, даже еще раньше. Ну, понимаете, что с учетом такой статистики, конечно же, мы можем сейчас спекулировать на ожиданиях сильных данных non-farm pearls, которые грядут и, собственно, будут замыкать эту неделю. Соответственно, с учетом фундамента, с учетом подтвержденной позиции американского регулятора и дальше оставаться приверженными исключительно политике более высоких процентных ставок, мы знаем, что доллар позиционно, долгосрочно должен расти. Мы знаем то, что американская валюта уже развернулась, потому что раньше все спекулировали на том, сколько ФРС может поднять процентные ставки. Но сейчас эти спекуляции не особенно-то уместны, поскольку сам Джерон Плау подтвердил, что в этом году ставки могут быть повышены минимум три раза, но его сверхоптимистичные комментарии по поводу текущей макроэкономической картины позволили даже оптимистам спекулировать на вероятности четыреха повышения процентной ставки. Это безумно интересно. Меня лично, как покупателя доллара, это вдохновляет. И мы видели то, что американская валюта неплохо развернулась. Мы видели, как доллар наконец-таки стал пользоваться поддержкой трежерис. Мы видели, как рост и индекс доллара продолжался. Это по до четвергам, когда новостной фонд такого же американского происхождения, но поставил сейчас снова в режим ожидания на, скажем так, полд вот эти наши с вами попытки и острое желание увидеть доллар гораздо выше текущих позиций. И это новостной фонд решения Трампа, администрации Трампа вести импортные пошлины на алюминий и сталь. И, конечно же, подобный явный, я думаю, очень жесткий первый шаг в области профессиональной политики, политики, которая направлена на защиту промсектора. Собственно, это основная аргументация, которую использовал сам Трамп, позволила рынку задуматься, а не начало ли это полноценных торговых войн, которые в данном случае оказались развязаны подобными действиями со стороны США. Между прочим, сам Трамп во время своей предвыборной кампании, конечно же, если вы помните, хотя я на это много раз делал акцент, потому что мы детально еще до того, как он стал президентом, обсуждали его предвыборную кампанию, он много говорил о защите национальных производителей, о защите, скажем, национальных интересов, как угодно, там, скажем, используя все разные формулировки, и говорил о том, что, собственно, по аналогии со многими другими регионами Соединенные Штаты Америки также могут начать создавать искусственные преимущества для своих производителей, искусственные преимущества для, собственно, своей национальной экономики. Тогда очень много, скажем, обвинений было сделано в адрес китайских и монетарных властей, производителей, то, что они искусственно манипулируют курсы и так далее. Ну, в данном случае мы какое-то время назад перестали, скажем, следить за вот этими потенциальными рисками, и вот рынок, скажем так, может быть, не совсем уместный термин, но из-за того, что мы потеряли бдительность, вот так вот нас наказал, потому что на рынке эта новость стала полной неожиданностью, и абсолютно полной неожиданностью, конечно же, это решение стало для многих регуляторов, потому что для многих стран, которые очень тесно сотрудничают по торговле в контексте вот этих двух сырьевых инструментов алюминия и стали. Это стало неожиданностью для них, потому что все рассчитывали на благоразумие Трампа, и понимали, что подобные действия, скорее всего, будут восприняты и найдут отклик в таких же рестрикциях уже в адрес США, и в конечном счете это рискует сплоцировать, как я уже отметил, полноценные торговые войны. Но, говоря про это решение, да, я думаю, что в ближайшие дни, собственно, оно будет уже окончательно подписано, это серьезный негативный шаг, это шаг для благополучия, в том числе, американского фондового рынка, но вот отношение американской фонды это явно не негатив для нас, потому что мы американский фондовый рынок продавали, и вот в данном случае мы получили лишь еще одно подтверждение того, что мы правильно делаем. Американский фондовый рынок будет дальше снижаться, друзья, и благодаря таким решениям мы можем ждать тот же самый S&P на отметке 2500 пунктов, хотя многие, скажем, аналитики, эксперты, которым близка такая позиция предстоящего апокалипсиса, тоже в кавычках, считают то, что американский фондовый рынок в ближайшие недели может просесть еще процентов на 2030, но я такую сверхагрессивную позицию не разделяю. Но то, что американский фондовый рынок будет снижаться, это факт, потому что у нас сейчас снова вновь актуализированные риски увеличения банковских процентных ставок, это негатив для корпоративного сектора, это рост дефицита бюджета, и это еще активная явная профессионистская политика, которую теперь, можно сказать, вот с конца прошлой недели будет проводить Соединенные Штаты Америки. Что касается доллара и японской иены, здесь, друзья, нужно делать акцент все-таки на преимущества, которые есть у японской валюты, на ее защитные свойства. И пока у нас есть риски, собственно, того, что на рынке могут возобладать какие-то страшные движения для той же самой фонды, мы эти риски просто обязаны соотносить с спросом на защитные активы, такие как японская валюта, собственно, и фраг. И доллар, он будет, безусловно, отыгрывать фундамент важный, сильный, который мы уже с вами охарактеризовали, мы его проанализировали. Доллар будет отыгрывать сильную статистику, которую, я не сомневаюсь, мы увидим до конца этой недели, но только не против защитных инструментов, а против рисковых активов. Что касается британца, фунт у нас традиционно идет особняком, я продаю все рисковые инструменты, кроме британца, потому что по британской валюте делается большая ставка на те изменения, которые могут произойти с монетарной политикой, это раз, и делается, конечно же, большая ставка в связи с соглашением о переходном Брэнзите, подробности которого мы должны получить также в самое ближайшее время. Почему я сейчас снова обозначаю позитив относительно Брэнзита? Потому что в конце прошлой недели у нас была возможность послушать Терезу Мэй, которая очень много говорила о переходном периоде, о том, как она пытается согласовать многие положения с представителями Европейского Союза, но я сейчас ссылаюсь только на позицию Терезу Мэй. Она сказала, что это соглашение очень близко уже, и возможно его удастся достигнуть действительно на саммите ЕС, который также уже грядет. Я лично в это верю. И плюс ко всему, сегодня у нас еще сфера услуг, самый важный этикатор активности по секторам британской экономики. На прошлой неделе мы разбирали с вами производство и строительство, а сейчас, собственно, в 12.30, это первый важный релиз текущей недели, выйдет статистика по сфере услуга. На эту сферу приходится 80% всего экономического роста, поэтому пускать ее, безусловно, не нужно. Отталкиваясь от прошлых релизов по промышленности, по строительству, могу предположить то, что сфера услуг также не расчарует. Ну, и хорошо, потому что тогда у британца появится хороший повод, чтобы укрепить свои позиции. Собственно, мы начали уже восстанавливаться по паре фунта доллар, текущие котировки на данный момент. Так, друзья, выписал я уровни, но, к сожалению, куда-то листочек с ними делал. Ну, возможно, вы сейчас находитесь также параллельно перед терминалами и видите то, что мы снова движемся, стремимся в район сопротивления 1,4. Я надеюсь, что у нас на неделю удастся закрепиться выше. Но это такой позитив только в отношении британской валюты. Что касается евро против доллара, в этот раз я делаю ставку на ослабление. Евро довольно-таки серьезное. На прошлой неделе мы с вами добрались до поддержки 1,2150, но потом из-за распродаж доллара, вследствие решения администрации Трампа ввести импортные пошлины, у риска локально появились преимущества, особенно для главной валюты фондирования, это европейского валютного актива. Евро вырос, и вы должны понимать, что причина роста только в этом, только в локальной слабости американца. Но ни в коем случае не в какой-то мощной фундаментальной поддержке. По статистике индекс N-производителей, который также является одной из компонентов инфляции, слабые цифры, 1,5% в годовом выражении с 2,2%, и это, скажем, рабочий материал, с которым будет работать Драги во время своей пресс-конференции в этот четверг. Ну, под рабочим материалом я подразумеваю аргументы, почему рынок нужно снова убедить в том, что ЭЦБ не собирается сворачивать программу количественного размещения, пока что в перспективе этого года, скорее всего, и что-то менять в области планепроцентных остаток. Поэтому риторика Драги, которая с большей долей вероятности должна быть, безусловно, мягкой, друзья, это нужно будет воспринимать в качестве триггера, либо, может быть, еще одного сигнала, почему долгосрочно главный валютный риск останется, собственно, под давлением, и как только американец, я надеюсь, что по факту Non-Farm Pails получит достойную фундаментальную поддержку, евро быстро пойдет вниз. Кто-то из вас может сделать ставку на фундаментальный позитив, а именно достижение соглашения по формированию позиционного правительства, это действительно так, но все-таки эта тема уже избита, и даже до выходных мы, в принципе, знали, что соглашение уже будет достигнут, поэтому позитив уже полностью дисконтирован в стоимость евро. И что касается парламентских выборов в Италии, там тоже, друзья, никто не рассчитывал, что у власти окажутся радикалы, правоцентристы держали победу, соответственно, тоже в рамках всего ожидания. Никаких интенсивных движений в связи с этими политическими факторами я не ожидал. А вот то, что евро сфокусируется сейчас на монетарной политике, на мягкой монетарной политике и будет испытывать прессинг со стороны доллара, я в этом не сомневаюсь. Доллар-канадец еще один дуэт активов, которые нас радуют, потому что практически без откатов мы видим стремительное восстановление. Наша цель 1.30 уже, друзья, невозможно как близка, я думаю, что уже до конца этой недели мы ее сделаем и, может быть, даже пересмотрим ориентиры, обозначим новые уровни. Способствуют этому плохие показатели по экономическому росту, мы ждали это и, соответственно, наши ожидания вознаграждены. Но самый главный негатив для канадской экономики, он тоже датируется вот этим решением Трампу о вводе ипортных пошлин, потому что, может быть, кто-то из вас не знает, но я хочу отметить, что алюминий и сталь, ну, Канада, собственно, это один из основных поставщиков для США. Поэтому под эти рестрикции прежде всего попадает канадская экономика. И мы помним, как Рьяна, собственно, выступал против торгового соглашения североамериканского альянса Нафта Трампа еще до того, как стал президентом. Возможно, повлиять непосредственно на Нафта он не осмелился, но вот эти ограничения – это явная реализация тех планов, которые он задумал, и это очевидные торговые барьеры, которые будут еще больше ухудшать обстановку и ситуацию экономическую в Канаде. Мы знаем то, что канадский регулятор поторопился с процентными ставками и сейчас пожинает плоды своих неверно принятых и крайне недальновидных решений. Потребительская активность оставляет желать лучшего, инфляция не растет. И более того, я хочу сказать то, что есть очевидное давление на индекс потребительских цен. И есть еще ожидание роста доллара и такой же слабости нефти. В общем, канадец – это один из самых главных аутсайдеров рынка Форекса. И, соответственно, ну не продать его и не использовать текущие возможности и, самое главное, хороший шанс получить приличный доход – невозможно. Вы сами себе не простите этого. Мы покупаем пару долларов канадец давно и сейчас уже в одном шаге того, чтобы коснуться цели. Фондовый рынок США в двух словах уже про него поговорили. Сохраняем наши взгляды по поводу продаж. Я думаю, что на неделе еще вернемся к нему и попробуем остановиться, может быть, по детали, если будет соответствующий фундамент. Еще также, друзья, большое спасибо тем, кто оставляет комментарии, проявляет активность. Было пожелание добавить еще в анализ перспективы пары Евросвиси. Но вот что мы наблюдаем сейчас? Котировки 1.15.36. Я давно рекомендовал покупать эту валютную пару с целью 1.17.1.18. Мы эту цель, кстати, 1.17 делали сейчас, пара опять вступила. Для тех, кто, собственно, хочет поторговать и этой валютной парой, считайте, что у вас прекрасная возможность снова присоединиться к этой длинной позиции и получить хороший профиль, потому что Евросвиси, безусловно, будет расти. И можно сказать, что отметка 1.15 – это такой психологический рубеж. Почему Евросвиси будет расти? Здесь нужно делать главный акцент именно на контраст политик, который проводится. Ну да, для Европейского Центрального Банка характерна мягкая экономическая политика, но все же не такая, как для Национального Банка Швейцарии, который крайне заинтересован в том, чтобы курс национальной валюты прежде всего слабел против евро, потому что с каждым, скажем, процентным укреплением франка против евро очень сильно страдает торговый баланс между Швейцарией и Европейским Союзом. Напомню, что ЕС для Швейцарии – это больше 75% всего торгового благополучия. И здесь все выводы на поверхности напрашиваются сами собой. Конечно же, Национальный Банк Швейцарии не просто так проводит агрессивную политику интервенций и явно старается ослабить курс охраны, когда возникает необходимость. Я думаю, что чем ниже пара будет котироваться ниже отметки 1.15, тем выше вероятность более агрессивных интервенций. Поэтому уровень прекрасный. Ну, возможно, к этой позиции лучше подключиться после того, как будет пройдено очень важное ценовое значение. Это 1.15.85. Но для тех, кто хочет рискнуть, можно покупать из текущих уровней. Сегодня из важных событий в 12.30 ждем активность в сфере услуг. 18.00 – индекс активности также в сфере услуг только по штатам. Первый отчет выполнили по Англии у нас. Соответственно, по Англии и по США статистика вряд ли расчарует. Поэтому ждем роста как доллара, так и британской валюты. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Ну и, соответственно, увидимся завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 на московском времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok